О планах и сотрудничестве говорили губернатор Вениамин Кондратьев и председатель совета директоров компании Мединвестгрупп Виктор Харитонин. Он рассказал, что у холдинга есть опыт в создании онкоцентров, радиохирургии и лучевой терапии. В России уже работают 11 частных комплексов по высокочастотной диагностике и лечению рака. Нужно, конечно, сегодня обсуждать и не просто обсуждать, а еще раз подчеркиваю, прийти к решению, что подобный центр, современный центр радиохирургии и лучевой терапии появился в нашем крае. Он должен дать надежду и выздоровление тем, кто, может быть, эту надежду уже потерял, онкологически больным, вернуть веру в то, что медицина может продлить жизнь. Мы сегодня в крае предусмотрели 50 гектаров земли в городе Краснодаре для создания такого современнейшего медицинского кластера. И наша принципиальная задача, чтобы вот на этих 50 гектаров разместились самые современнейшие лечебные учреждения. Поэтому здесь, в первую очередь, я и коллег призываю к очень серьезному отбору, в том числе и по параметрам, которые вы предлагаете для вашего центра. Понятно, что это полномасштабный центр ядерной медицины, но я хотел бы, чтобы на самом деле у нас был лучший из лучших центров онкологических ядерной медицины. Мы видим, какой есть бурный рост именно в этих услугах и какой эффект они дают в части качества жизни, продолжительности жизни. Безусловно, это все статистически подтверждается. Мне Мин Кондратьев поручил профильным министерствам детально изучить предлагаемый проект. Кроме этого, губернатор напомнил, что в Краснодаре уже принято решение о строительстве нового краевого онкологического центра и расширении действующего. Для Кубани это актуальное направление, так как в регионе ежегодно выявляется 23 тысячи онкобольных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова